здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала в прошлом видео я показывала вам как делать купаты это очень вкусное праздничное блюдо ну и так это довольно-таки сложная в этот раз мы упростим нашу задачу мы будем делать колбаски по-домашнему для этого не хитрого но очень вкусного блюда нам понадобится фарш у меня здесь два килограмма чеснок лучше всего взять целую головку у меня просто зубчик как головка я ее все буду использовать перед черный молотый молотая гвоздика соль паприка ну и натриевая соль а также мы будем использовать натуральную оболочку для сосисек и первое с чего мы начнем это чеснока мы его мелко режем конечно можно прогнать через чеснокодавку но так оно вкуснее мне нравится когда попадаются кусочки маленькие чеснока это очень так пикантно получается режем очень очень меленько итак добавляем этот чеснок в наш фарш и начинаем вводить туда все специи начнем с соли соль нужно столовая ложка на килограмм теперь натриевая соль добавляем половину чайной ложки для чего нужна натриевая соль она нужна для того чтобы она сохраняла цвет мяса чтоб мясо не становилось потом серым таким не очень аппетитным это во-первых ну и самое главное она убивает микробы в мясе вот для чего она нам нужна в принципе можно конечно и без нее но я предпочитаю ее использовать следующие берем чайную ложку молотого черного перца чайную ложку паприки и половину чайной ложки молотой гвоздики если вы любите вкус молотой гвоздики или вообще вкус гвоздики значит положите половину если не любите можете либо совсем не ложить либо ложить четверть чайной ложечки все дело вкуса и самое последнее мы добавляем воду вода нам нужна для того чтобы наши сосиски были сочными в общем воду я добавляю 50 миллиграмм на каждый килограмм фарша где-то приблизительно так фарш прекрасно и и забирает вы не почувствуете что здесь вода но зато какое удовольствие будет есть очень сочные сосиски ну и хорошо все это дело перемат перемешиваем мешаем буквально но минуты три чтоб она хорошо все перемешалось фарш мы хорошо вымешали и мы должны его отставить где-то на полчаса что он чтобы он впитал в себя соль все специи а в это время мы начнем готовить оболочку оболочка натуральная поэтому она сильно пропитана солью как снаружи так и внутри она просто ею засыпано мы промыли снаружи и сейчас я промываю под краном внутреннюю часть оболочки для этого я нахожу вход в эту оболочку включаю воду и прогоняю эту воду через всю оболочку причем делаю это я два-три раза заодно вы проверите насколько она целостная если там дырочки если есть дырочки ничего страшного разрежьте в том месте и будет у вас две оболочки но короче говоря вот таким образом мы все подготавливаем можно использовать можно использовать синтетику но мы больше предпочитаем натуральное для изготовления наших колбасок я буду использовать мой пресс очень простой и примитивный у кого нет вы можете использовать электромясорубку насадки обычно там продаются и так закладываем в чашу пресса весь наш фарш хорошо его при этом утрамбовываем чтоб воздуха было по минимуму нанизываем нашу оболочку на носик вот таким образом помогай помогайте одной рукой и делайте другое оболочку мы натягиваем всю и оставляем вот такой небольшой краешек которые завязываем в узелочек вот таким образом и опять натягиваете до конца сосиски можно делать одному человеку одной рукой ты крутишь другой поддерживаешь и направляешь сосиски но гораздо удобнее когда кто-то помогает тогда более направленно будут сосиски делаться я делаю полностью целую колбасу а перекручивать на сосиски я буду уже потом некоторые люди сразу перекручивают ну это кому как удобнее второй конец мы тоже завязываем узелком либо же можно завязать ниточкой я оставила маленький что не завязывается я перевяжу ниточкой а теперь будем формировать сосиски колбаски выбираете ту длину которая вам больше нравится и значит так от себя одну сторону вторую к себе это чтобы вторая не раскрутилась опять от себя следующее к себе вы просто вслух повторяйте от себя к себе тогда не забудете я делаю примерно на ладошку свою длиной и перекручиваете я как правило перекручиваю три раза вот такие сосиски у нас получились ну а дальше все повторяется сначала потому как у нас мясо еще осталось оболочка осталась нанизываем следующую оболочку и то же самое мы проделываем ту же операцию ну вот дорогие мои сосиски мы сделали варить и жарить я их не буду вы прекрасно знаете как это делается еще раз повторю значит кто не знает я обычно их отвариваю одну минуту это для того чтобы не прокалывать их потому что если вы положите на горячую сковородку они могут лопнуть поэтому отвариваются одну минуту в кипятке и потом вы ложите на сковородку вы можете их также ложить на гриль в духовку как вам больше нравится и обжаривать нужно не меньше десяти минут на каждой стороне для этого не делайте очень большую огонь готовьте их на среднем или малом огне ну а я с вами прощаюсь всего вам доброго всего хорошего заходите подписывайтесь ставьте лайки если понравилось дизлайки что же такое тоже бывает всем всего доброго берегите себя заходите это самое главное что это можно выделить в море что это выделяю 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 Продолжение следует...